Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада, с вами Наталья. Ну что, всех поздравляю с первым днём лета, с днём защитника детей. Берегите своих детей. Ну, погода как-то с утра не летняя. Дождь нам сегодня не обещают, но с утра всего лишь плюс пять. Днём, конечно, двадцать-двадцать три. Представляете, какой перепад. А потом говорим, где моя голова. Поэтому лето нас пока ещё не радует. Особой жарой, тепло, птички поют. И неделя будет вся такая вот. День солнца, день дождь, день тепло, день холодно. Пока вот такие новости про погоду. Ну что ещё вам сказать? Нас это не пугает, да. Я посмотрела погоду в Питере на следующей неделе. Хорошо, мы ещё будем дома. Там один день даже обещают дождь со снегом. Да, там, по-моему, третьего или четвёртого июня. Всего лишь плюс три. И дождь со снегом. Вот это, конечно, не очень радует. Но вы знаете, что наш гидрометцентр может и собрать, недорого взять. Так как они умеют угадать погоду только от силы за два дня. Ну, за три дня, не больше. А дальше начинается сказка. Ну что, вернёмся в Туровку. Вчера Оле был очень насыщенный день. Утром встала, коров подоила. Молоко просепарировала. Детей в садик отвезла. И всё равно она устает. Хотя у неё осталось в данный момент только трое детей. Трое. Трое в лагере. Я хотела сказать, значит, трое взрослых. Трое в лагере. А Веронику она отправила к маме в Подмосковье вместе с Женькой. Ну, потому что нянька-то уехала в лагерь. Кто у нас нянька? Сашка. Сашка уехала в лагерь. А Вероника связывает руки Ольге. Ну, маленькие дети, для неё это проблема. Она их любит только рожать и нюхать макушечку. И всё. Поэтому нянька уехала в лагерь. Она, конечно, надеялась, что Сашке там не понравится, она вернётся. Но не тут-то было. Вчера Быкова поехала и в лагерь. Да. Повезла почему-то подушки. Ну, её детям, наверное, борчонка мне нравится спать на государственных. Она повезла им подушки, какую-то сменную одежду и всяких вкусняшек, как она сказала. Но сначала она детей увидела несколько минут, передала им всё. Детям было некогда, они спешили на репетицию. Быкова сделала вывод, что детям очень нравится. Я думаю, что она расстроилась. Да. Ей же обосрать-то ничего будет. Но было за что зацепиться. Когда дети вернулись после репетиции, она с ними поговорила. Оказывается, детей на три дня можно взять домой. Отмыть их, помыть их, постирать их, как она сказала. Потому что там туалет на улице в лагере, умывальники на улице. Но в отряде очень неадекватный мальчик. Мальчик неадекватный, он бьёт всех в живот. У тебя там сын взрослый, Даня. Тем более, они все в одном отряде. Интересно, какой возраст средний этого отряда? Если у тебя там от 8 до 11 дети. Уж твоя, извините, девушка, Саша, 11 лет, по голове может настучать любому. Да. И мальчик ведёт себя неадекватно, потому что, как считает Быкова, у него мама воспитатель в лагере, и ему всё дозволено. Оля сходила к директору, сказала, чтобы набери порядок, чтобы этого не было. Да, она так прямо сказала. Она сходила к директору лагеря. Вожатая очень хорошая. Она, Оля, наблюдала, как дети к ней липнут, что опять её не очень радует. Ну и дальше она поехала обратно. Едет и рассказывает, что сейчас я поеду в суд. Вот бы мне отдохнуть, полежать, поспать. Я глубоко беременная. Ей надо ехать на суд. На суд она приехала. И она сказала, что сейчас я приеду домой, выпущу видео. Вчера выпустила видео. Что мы видели? Очередное, как варится сыр. Ну, ничего нового, мы не увидели. Ну, не считая, что её грязных ног, света нету, помощницы нету, а Оля у нас такая чистоплюйка, она же полы моет по 4 раза в день. Помните? Она говорит, и профессионистка наша. Я не могу, когда грязно, а сидит в белых ножках, у которой чёрные, как чернозём. Стопы. Оль, ты уж хоть бы носки чёрные одел, что ли, не так было бы видно грязь. Когда она за столом сидит в этом видео, забирает сепарата. Носки, конечно, трэш. Я представляю, какая там грязь. Ну, Оле же некогда взять швабру и помыть полы. Я представляю, раньше она показывала, как шкаф разбирали, и какой порядок. Ну, порядок мы всегда видели только кухню и проходную комнату. Ну, чуть-чуть быковскую постель, когда её света заправляла. Ну, чуть-чуть детские кровати, когда их заправляли. Но света нету. Мы уже видели, какая у Вероники постель. Ну, теперь я думаю, она её постирает. Веронику-то забрали. Только я не понимаю, быковой тяжело с маленьким ребёнком, с двухгодовалым. А маме будет легко, насколько я знаю, что у Сиски там делов полно. Она то на фотосессию ездит, снимает, то у неё сессия началась своя, круглогодичная с первого числа, то ей надо локацию искать, ну, в общем, вся в делах. Да. И Сиски Сосисовна выставила пресс-курант. Все, кто живут в Москве и в области, могут обратиться к ней, если вам нужны качественные фотографии. Да. Там цены от трёх тысяч и выше. Самое интересное, что, если вы хотите сниматься где-то в студии, то стоимость студии не входит в стоимость съёмки. То есть это оплачивается отдельно. Ну, это так. Дополнение ко всему. Пока вспомнили про Сиску. Ну, видео, как всегда, у неё ни о чём. О чём она сказала вчера на стриме, что он на последнем месте. Ну, неинтересно. Уже все знают, как ты варишь сыр, как у тебя это получается. Ты теперь в двух сыроварнях варишь. Ты теперь в двух сепараторах сепарируешь молоко. Ты в двух маслобойках. Всё, два. Да. Всё, что ожито непосильным трудом. Всё, два. Ну, сыра-то показала много. Да. И немножечко вернусь. Сегодня вышла лепёшка. С утра я посмотрела. Быкова встала. И она говорит. Ну, когда она проснулась, там, доброе утро, тра-та-та. И она, представляете, я сегодня завтракаю. И чем? Своим маслицем и козьим сыром. Да. Она похвалилась. Да, что пока детей нету, сыр жрёт с маслом. Да. А всё, солью на продажу. И она сейчас пойдёт к своим любимым коровкам. Это я уже про сегодня говорю. Ну, вчера вот это видео вышло. и вечером вышел стрим, где Быкова рассказывала про суд. Мне в этом вопросе, у меня в этом вопросе очень много вопросов. Ну, каламбур такой, да. В судебном процессе у меня много вопросов. Что к одной стороне, что к другой. Да. потому что я смотрю на всю эту свистопляску, и мне много чего непонятно. Ну, Быкова обещалась, она снимала, оказывается, суд. Сегодня оно это видео выставит. Ей судья разрешил. Стрим не разрешил вести, видеосъёмку разрешил. Мы сегодня это увидим. Может, хоть что-то будет понятно. Потому что Быкова говорит одно. Это самое. Щепотка перца говорит другое. Маша, это Маша сплетница говорит третье. А у меня совершенно другое решение. И даже взгляд другой. У меня очень много вопросов. Мне трудно разобраться в этом. Ну, я пока, как говорится, постою, посмотрю. Да, вопросов очень много. Посмотрим, что сегодня... А что там вчера суд говорил на самом деле? И деньги собрали на бомбу. А вот Ольга даже сама сказала, ехала в машине, вся расстроенная. Бум не получился. Зря деньги собирали. Ну, собирайте больше. Я не против. Собирайте. Да. Она сейчас ещё что-нибудь придумает. Вот видите, она уже зарплату помощникам убрала. Уже придумала опять на суд. Ещё две тысячи напавила. Десять собрали на документы. Оказывается, на ходатайство ещё надо две. Ну, в общем, девочка шпарит по полной. В процессе сбора денег. Уже всё запутано. Какая зарплата по счёту? Первый июня. Быкова, где твоя холодильная установка? Ты сказала, в конце мая будет уже кондиционер, там, что там, рефрижератор поставлен. Я не пойму, где холодильная камера, на которой собрали 400 тысяч. Дальше что? Молочный цех. Собрала она, по-моему, там, тысяч 70 или 100. Она сказала, что она будет делать канализацию. Да, я понимаю, Артур пока занят. Пока занят Артур. Но она тебе летом не нужна. Это тоже приостановили. Деньги с сыроварни зажало. Деньги с Глории зажало. И все денег нет. Я не понимаю, как она живёт. От слова совсем. Экономить она не привыкла. Пока же вы на свете дураки, обманом жить ей будет с руки. Поэтому экономить она не будет ни за что и никогда. Ну, в общем, такие вот новости. Да, да, ещё забыла сказать. У Лёхи-то беда. Да. Зуб-то удалили. Но у него там всё воспалилось. У него почему-то опухло не оба, он, по-моему, скололи, десна. Он вчера был опять в стоматологии. Ему опять там прочищали. И шприца всё промывали. Заложили лекарства. Оттуда какой-то гной, что ли, он сказал, шёл. Или какой-то кусток вонючий, как он сказал. В общем, у него всё болит. Он на обезболивающих. То есть, что-то ему неудачно зуб удалили. Или что-то он сделал не то. Ну, а маме некогда. Мамы судой. У ребёнка там челюсть отваливается, хвосты отваливаются, лапы ноют. Маме не до этого. Маме тяжело, даже с троими детьми, которых она сейчас в сад отвезёт, приедет и будет плевать в потолок. Полы хоть помой, кровать перестели. На этом всё. Будут новости. Сегодня послушаем, если Быкова выпустит видео, послушаем про суд. Потому что у меня вопросов очень много. Что к Быковой, что к стороне обвинения. Очень много вопросов. Я приблизительно понимаю, что там было и как было. Но что-то всё запутанное. Что-то где-то... В этой сказке нет порядка. Однозначно. Всё, мои дорогие. Я на работу собираться. Вам удачного дня. Здоровья. Настроения. Всё-таки лето пришло. А самое главное, я поздравляю всех родителей, у кого дети школьники, что наступили долгожданные каникулы. Ну, а те дети, которые сдают сейчас экзамены. Удачи! Экзамены уже начались. Что в девятых классах, что в одиннадцатых. Пока!